Для тех, кто не знает, то сегодня праздник — это День Служителя. Именно сегодня, Pastors Appreciation Day, слава Богу, за христианские корни Америки. Именно в этой стране этот праздник существует. Есть День Космонавта, День Учителя, День Медсестры. Вот я поздравлял некоторых в прошлом году в России, в Украине. Они говорят, вы что, даже такое есть, а мы даже не знали. И я хотел бы, чтобы мы, как церковь, знали и ценили нашими служителями. Знаете, пастору трудно говорить на эту тему, потому что сразу закрадывается вопрос, что ну как это Богдан как-то, не знаю, нуждается что-ли во внимании или в уважении. То я вас хочу успокоить, друзья, не переживайте. Слава Богу, я чувствую себя любимым, уважаемым вами, благословенным людьми и Богом. Но я хочу не бояться проповедовать любую истину, которая написана в Писании. Вы услышали, да? Не бояться любую истину, которая написана в Писании. И вот несколько из них. 1 Тимофея 5,17 написано. Достойно начальствующим, присвятерам или служителям, пасторам, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Это призыв к верующим. И а как же это делать? Ну можно молтя, а можно на практике. Можно не только молтя. Поэтому, друзья, действуйте. И я хотел бы сюда, в эту категорию, включить также учителей воскресных школ. Они тоже прибывают, они тоже учат наших детей Слову Божьему. Они тоже в учении. Также хотел сюда, в эту категорию, добавить руководителей подросткового служения, руководителей молодежного служения, которые учат нас и ваших детей Слову Божьему, которые дают самое ценное, это спасение души. 1 Фессалоникийцам 5,12 написано. «Запросим же вас уважать трудящихся у вас, предстоятелей ваших и вразумляющих вас. Honor those who are your spiritual leaders in the Lord's work. They are worthy of double honor». Поэтому, друзья, это не моя идея, это не просто американский праздник, об этом пишет Писание, и вот раз в году мы об этом вспоминаем. Поэтому я вас вдохновляю. Вспомните того служителя, который вас сочитывал, который вас крестил, который вас к Богу привел. Вспомните вашу учительницу в воскресной школе, в лагере какого-то наставника, который вас к Богу привел. Друзья, вспомните. Да, это люди, которым стоит сказать благодарность, которым стоит, может быть, выслать открытку. Отправьте text message сегодня, сделайте, может быть, отведите их в ресторан. Многих из них уже нет живых среди нас, но их стоит почитать, призывать. В нашей церкви тоже есть много рукоположенных служителей. Если вы их знаете, благословите их. Учительнице, позвоните, скажите. Им просто спасибо. К этому призывает нас, друзья, Писание. Если у вас был плохой опыт со служителем, вы из другой церкви или кто-то смотрит онлайн, вы скажете, да, вот они такие-сякие, вот у меня, и у вас осадок на душе и боль, я хочу вам сказать, извините, хочу вам попросить прощения у вас за всех служителей, пасторов, за всех руководителей, которые встречались на вашем пути в церквях, потому что я и они – это просто люди. В людях можно разочароваться, но я хочу вам сказать, никогда не ставьте всех служителей в одну категорию, они все такие. Никогда это не делайте. Это все равно, что сказать, что все женщины – блудницы. Можно такое сказать? А правда такое есть? Бывает? Правда, не хочется признавать, бывает, но слава Богу, что не все. А? Правда? Слава Богу. Вот точно так же и нужно думать и за руководителей, служителей. Слава Богу, что большинство из них – это божьи люди, это помазанники божьи. И вот таких людей стоит и благодарить, и уважать, и почитать. И важно здесь, друзья, не броситься в другую крайность. Не надо боготворить пастора, служителя. Не надо делать из него кумира. Это просто божьи инструменты. Это сосуды. Это временные здесь, на земле. Поэтому это тоже важно помнить. Поклоняться нужно только Богу. Поэтому в этот день особенно призываю всю церковь сказать спасибо всем волонтерам нашей церкви, которые есть у нас, которые трудятся, которые с нашими детьми, со всеми, со всеми. Давайте мы сейчас громко выразим нашу благодарность бебиситерам, кто на кухне, кто служит, операторам, звукооператорам, видео нашим режиссерам, камерам, учителям воскресных школ, пресвитерам, диаконам, пасторам, всем. Написано в Писании. Оказывайте им честь. Слава Богу за это, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!